Такс, 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 начнём, пожалуй. Так, план на сегодня купить вот эту вот, тяжёлую броню. Ааа, три тысячи, ой, это вообще семёрку, о-о-о. Тут надо четыре штуки купить, два, три, четыре, раз, два, три. Ага. Нужно идти в этот большой город. Брейт, грейт, брейт. Нью-танг, грейт. Так, раз, два, три. Четыре. А, ой, всё. Так, теперь нужно так, чтобы не мешало. Так, теперь план у нас какой? Пять процентов магии ему дать. Или вычет урона? Вычет урона всё-таки получше смотрится, иначе он вообще как в трусах будет ходить, любой ланшот нет. Да, тут больше урона будет, у агры есть только сбить. Сбить агры. А, тут вычет урона есть. Ну, можно пару штук взять. Как говорится, урон заклинания лишним не будет. Получается тридцать, сорок урона заклинания. Так, щиты. Ну, че урона сорок, это восемьдесят. О, блин, я не посмотрел это, ну ладно. У нас есть маленькая, маленький свиточек. А, он плюс два тоже, ооо, красота. Сейчас затестируем. Такс. Растет ли угроза? Растет, угроза растет. Отлично. Собственно, что мы и хотели узнать. Угроза семнадцать. Если взять самое сильное оружие. Одноручное. Кстати, я не посмотрел. Бомка пить, а кто посов взять? Тут каст пятнадцать. Двуручный. Плюс энергия. Гон. Посох лучше. Получается, на него надо. Палочка у нас есть. Хрустальный шар и посох. Посох 2100. Это мы его можем купить. Обстальный шар семерку стоит. 7800. Ясненько, ясненько. Значит, будем пробиваться. Ну что, нормально. 400 брони. У танка 800. 500. У этого дублирующего. Ему бы угроза будет. Кстати, мы про угрозу не посмотрели. Так, одноручное оружие. Топор три. Топор два. То есть два топора по идее. Это максимальная угроза будет. Нужен топор. Топор у нас маленький есть. А большого нет. Большого топора у нас нету. Но принцип не меняется. Тогда возьмем вот этот. Тут 15, правда. Сейчас сравню, сколько нам урона она даст. Угроза 4. То есть она х2 получается делает. Да, она х2 делает. От цифры, соответственно, если тут 9, от х2 будет практически 17. То есть нам выгоднее выручное оружие не давать. Потому что одноручным мы угрозами не наберем. Если у него плюс 17, будет нам что-то это даст. 25 угроза. Ох, а тут все равно тридцатка, блин. Ты его хрен перебьешь. А, ну можно в принципе маску ему снять. Чуть-чуть угрозы ему собьет. Подать ему, например, вот этот. Вот ему дать угрозу. 28 угроза. Подать ему топор. 21 угроза. Ну вот чуть-чуть надо сбить ему еще угрозу. Сбить ему немного в угрозы. Нам нужно получается 7800 и 2800. 15 угроза получается 10600 вроде. Да, в сумме. Значит, идем. Значит нам 5 боев привести по 1000. 5 боев, 5-6 боев по 1000 на мосту. Пробуем. Не помню какое количество. Ну, минималку возьмем. Надо было их взять маленьких. Чтобы крупняк нам мозги не делал. Как так-то? У тебя угроза 30, у тебя 21. И ты все равно бьешь этого. Профессионал, блин. Он ядом бьет, получается. Ну, нифига ты меня мага шлепнул. Блин, Мандора достать воскрешение. Как ты так переагрился-то? 1700. Ну, нифига себе. Да, дорогое удовольствие нынче воскрешить. Сколько воскрешение стоит? Ну да, пока еще не особо сильно дорогое. Маг, конечно, если он, блин, по нему случайно сагрится, он его шлепнет за один удар. Да уж. Бой против гуся. Смешно. Он, по идее, как босс считается. Мы его не сможем убить, скорее всего. Да, он босс. Его не можем за один раз увидеть. Но у нас замешательства нет. Ух, нифига себе ты. Все дебафы и зароснул. Что я за статы такие странные? Все дебафы и зароснул. Не все. Ты серьезно? То есть ты в ярости, ты мне замешательство бросил? Как ты это сделал? Ярость сбивает. Это же автоатака. Я тут ничего не понимаю. Волшебный говорит, да фиг с ним. Я не понимаю, как это работает. Ярость. Можно выполнить только действие базовой атаки. Каждый ход действует бросок разума. То есть ты хочешь сказать, ты базовая атака и мне замешательство кинул? Да уж. Базовая атака и мне кинул замешательство. Офигеть уже. Должна бы найти, а у нас есть, кстати, иммунитетное замешательство. Да, иммунитетное замешательство у нас есть. Я надеюсь, вы не убьете моего, блядь, мага. Погоди, маг у нас ходит пятый, значит можно любого шлепать. Перезагрузка. Ты я фонарил? С перезагрузки он всегда больнее бьет. Тихо-тихо, не убейте мне танка. Так, 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 перезагрузку убить надо. Минус перезагрузка. Давай огоньку. О, урон подрос, полторы тысячи уже. Надо больше урона. Кстати, сколько стоит там, интересно. Может плюс 10 взять на это? Да, надо урона побольше взять. Ну, нифига, чуть паладина не шлепнул. Ну, ты мне его не шлепнул. И здесь не 900. Нам меньше монет дает. Ага, то есть мы подняли уровень, нам меньше монет дает. На этом мы по тысяче получили. Ну, если мы бы постоянно не дохли, тогда бы проблем бы не возникало. Вот сразу перезагрузка, ты серьезно? Так, давай в баню отсюда. Тоже перезагрузиться. Смотри, тут вы заколебали. Слышь, ребята, вы че? Для справки, перезагрузка это очень сильная фиговина. Увеличивает урон. Но один ход ничего не делает. У нас просто за один ход может шлепнуть. У нас он, правда, мага, он может шлепнуть. А может магу дать тоже броню, как у остальных. А мы тогда по урону просядем. А то ума хоть не такой тощий будет. В принципе, мысль интересная. Но опять же, минус 30% по магии. Дать ему обычный доспех. И пускай он гоняет обычный доспех. И все равно его шлепнут. Вот так хотя бы не все. Какие-нибудь самые тяжелые его шлепнут. Мысль интересная. Так, маг у нас пятый ходит. Они успеют снять, получается. Блин. И стуклон его сам убьет. Да, он его сам убил. Давай. Молодец. Красавчик. 600 монет. Что это за копейки? Такс, такс, такс. Наверное, да. Полторы тысячи у этого и есть. У танка сколько? Полторы. 1600. И две. Две тысячи воин. И нам две тысячи поднимать. Если будет затяжной бой. Ну вот, примерно 1700 уже свое хп поднимает. Ну, может получается около десятки. Чтобы посох магу взять. Получается у него будет плюс пять процентов еще. Но вычета урона, правда, не будет. Как говорится, будем надеяться, что на него не сагрится, иначе он ляжет. Если на него сагрится, он ляжет. И сразу же мне сбили каста. Полин, чуть не убил, а. Причем это плюс два. А я не представляю, что вообще было при нуле. Офигеть. Броня. Ёб. О. Перезагрузка. Невосприимчивость. Так. Перезагрузка лево-правый донос. Убрали. Перезагрузка это очень больно, не стоит рисковать. Продолжение следует... Ну, ни хрена себе! Вот это ты его шлепнул, блин! А чешуеть! Да! И ты сейчас не дашь ее поспать, я буду просто ржать! У тебя 500 брони, он его ваншотнул! Офигеть можно! Ну, это максимальный наш вычет. Нам надо еще дополнительно покупать. Офигеть можно! Как так-то, блин? Ну, он очень больно бьет, зато с них монеты много падает. Так, маг у нас ходит шестой, понятно, как обычно. Не убил. Перезагрузка, перезагрузка. Вы офигели, алло! Я так не играю, нифига! Ну, что сразу перезагружаться-то решили? Так, нафиг давай, хоть и нам... Ага, не дали мы слабость. Ну, все, что могу сказать. А, подожди, у нас еще есть один шанс одного заткнуть. Давай. Ну, понятно. Ты решил нас убить. Ну, да. Спасибо, Рога! Он меня убил танка. Бесполезный, Рога, блин. Ты своим промахом я тупо убил танка. Ты своим промахом я тупо убил танка. Чё-то я не понял, как он сбил танка-то. Может, я, конечно, такой недалекий, но как он смог сбить танка-то? У него 800 брони, ты серь... А чешуеть, ты! Сколько хп? Ты серьёзно? У тебя урон 2000, что ли? А чешуеть, а... Серьёзные, ребята, однако. Серьёзные. Причём, серьёзные, это мягко сказано. Тут, блин, мало не покажется. От таких ребят получать людей. Да он меня взял танка, шлёпнул. Критический удар. А Рога никак не помог. Он должен был хотя бы попытаться убить его. А он даже его не то, что не попытался, он его и не убил. Ну, вот, видишь, он бьёт стандартно 200. А при крите, видимо, там вообще по 1000 у него увидел. Ну, вроде, перезагрузку не проспал. Ну, как так получилось, что он такой урон большой? Ничего не понимаю. Понятно. Понятно. Чем... Что вам Рога сделал? Чё вы древнете? Кого ты бьёшь, а? Капец, как невыгодно, блин. Да, мы так чисто на воскрешение потратим всё. Нет, так дело не пойдёт. Нам надо, значит, слабее оба убить. Эти нас ваншотают. А кто у нас слабее? Эти нас ваншотают, ну, в минусе получается. Не, понятно, чтобы он мага убил бы, блин. У него нет защиты, там у него защиты 40. То есть он его обшлёпнул в любом случае. Если он танка шлёпает, блин, у которого 800 брони. Помага-то с ракетом, вообще, тьфу, он даже его не заметит. Получается, на ком тогда фармить? На Гошла-Махе? Гла-Сла-На-Маха. Гошла-На-Маха. Ну, блин, он 14 уровня, он занял мало монеты. Но, видимо, у нас угол вариантов они завезли. У нас ещё и напали по дороге. Критый яд на 30. Ты серьёзно? Исчезни. Пофигеть, мужик. Яд на 300. Да, блин. Начать будем бить по старинке. Пятёрку этих крутых. И надеяться, что они нас не ланшотнут. Кого вы бьёте? Вы бьёте всех, кроме танка почему-то. Убейте танка. Или в его зама. А мы по инициативе им ещё проиграли. Офигеть можно. Наконец-то ходили на танка согрелись. Я уж думал, вы не согритесь на танка. Это просто смешно, блин. Бьют всех, кроме танка, блин. Как так-то? Причём они падают с одной магической плюхи, по сути говоря. Здравствуйте. Так же его зовут? Вор вроде, да? Да, вор. Здравствуйте, вор. Сколько у нас монеток? 400. Да. Где фармить монетку? Непонятно. Да они... Бандиты ваншотают нас. Непонятно, где фармить монетку. Ладно, надо пока всё слить. Чтобы не мешало ходить. Дальше будет видно. Может, могу дать этот хотя бы на 160. А ему не поможет этот. Здесь, если этот забивает танка с 800 брони, то ему там эти 160 брони, они вообще как волку-жилетка будут. Агро сбить ему тогда. Сбить ему агро попробуйте. Но мне кажется, он всё равно по нему будет бить. У нас есть сбивание агро-то. У нас не так, а есть повязка. Бабочка. Бабочка, бабочка, бабочка. Всё, агро-то. А, всё равно, то есть угроза минимальная 1. Да, то есть минимальная угроза 1. Вне зависимости от того, хочешь ты, если не хочешь, минимальная угроза 1. Ну, фиг с тобой, давай, пускай он будет угрозой 1. А, подожди. Тогда лучше взять этот. Палочку мы всё равно будем её знать. Какую нам разницу. Для посоха. Так, сколько там надо ещё раз. Получается, посох сам стоит 2 800. А шар стоит 7 800. Нам надо на шар накопить. Кстати, а сколько там 2 тысячи стоит? Десятки. Десяточки. 7 900 они стоят. У-у-у. 7 900 стоит. А, самое лучшее 18 тысяч. Откуда и столько денег взять, непонятно. Да, они его ваншоты. Просто мы в минусе. Мы их можем бить, но мы в минусе. То, что если кто-нибудь из них упадёт опять, мы будем в минусе. Класс, мы по инициативе проиграли. В этой игре инициативу как-то через одно место играет. Замечательно. У нас самый инициативный человек с семёркой. Ходит самый последний. А самых первых ходит у нас человек с инициативой 2. Спрашивается, где логика? Логика покинула эту игру. Перезагрузка. Ушёл бы ты. А, сопротивление. Ну, бей уже, чё, посмотрим, насколько ты. Смотри, бьёт мага, и мы просто ржём на неё. Ну, он в любом случае бьёт критом. Потому что перезагрузка. У неё, кстати, сколько это, сопротивление? Десятка тела. Ну, ничего себе. Да. А у нас сколько снятия? У нас пятёрка снятия. Ну, может быть, может быть. Наберу 600 монет. Мне кажется, нам проще. Кто его знает? Как проще. Вот опять же, мы по инициативе провели. Дор 400. Вы чё, вообще, что ли? И он мне крит дал. Кто дал крит? Тройка дала, получается, да? Цеплолиск, блин, или как тебя там зовут? Какого зовут? У нас 11-й, вроде 9-й. 9-й. Куриный медведь. Ой, блядь, я не того нажал. Перезагрузка. У-у-у-у. У-у-у. У-у-у. У-у-у, если он по танку будет бить, мы по танку не выживет. Давай, давай, забей его. Да что ты! Сейчас он его ланшотнет, да? Нет, я выжил. А как же ты так бьёшь-то, что у меня танк падает, блин? У него 2000 хп и 800 броней, и ты его за один удар шлёпаешь. Как так-то? Он самый толстый из нашей тимы, блин, и ты его умудряешься каким-то образом за один удар убить. Да смысл? Нет, ему можно сбить агр, но какую смысл? Кстати, а что если действительно сбить агр ему? У него шестёрка, сбить ему агр, поставить ему четвёрку. А, кстати, у него особо смысла сбивать нет. Там надо 2, так же надо, у нас по 2, надо 3 сбивать, 3 на 2, которые 6, и как раз она собьётся. Левые 5, но у нас такого нет. Да, получается мы сбить всего не сможем. У нас такой вещи нет, чтобы сбить агры. Я надеюсь, мы выжили. 400 ударов, офигеть. 600 ударов. Вы там вообще что курите? Рока, если ты промажешь, я не знаю, что я с тобой сделаю. Как так-то? Ну у тебя 46% критический удар, но как ты промахнулся-то? Это просто трындецкий. Чё же он такой кривой-то, а? Вот сейчас смотри, он ещё ударит по паладину. Я просто буду ржать. По паладину? У меня, смотри, тысячи. Откуда у тебя столько урона? Как ты бьёшь тысячи-то? Ты учишься, что ты бьёшь по самому жирной цели, блин. У которой хп немерено. Ещё и плюс защита. Он такой, удар 300. Я буду представить, сколько он по остальным бить будет. Мне кажется, нет смысла переагривать. Удар 300. Это под защитой. У него защита 500. У этого 500. То есть они по сути равны. Так у этого хп. Да они равны, этот клерик даже толще. И вы получили полуторный меч. Мечта идиота. Ты бы мне хоть двуручное оружие дал бы лучше. А не одноручное. Знаешь, как они одноручные? То есть. Ну, не знаю. Давай, без особого напряжения, попробуем минималочку. Подожди, маг каким ходит второй? Да, неплохо. Крит. О, отлично. Крит, это хорошо. Удар малинец. Ну, это слабенько. Подождите, как там вычет урон-дорвут? А-а-а, он 50% блокирует. Но все равно. То есть, он, получается, ударил 1100 и 50% от этого он заблокировал? А это же каким уроном ты должен был ударить, ну, чтобы... О-о-о. Критки, они, ну, понятно, рога у нас вообще. Как ему, ему надо крик поднимать, а не знаю, в космос. Либо надо, чтобы у меня постоянно паладин, у него слабости вешал. Без слабости на мой взял все нефиг. Ну, это все-таки стоит ему дать армор. Но мы поспать не дали. Замечательно. Ну, ребята, ну, вы же явно слабее нас уровень. Чего вы на нас напали? Сколько надо было? Десять, сотрой. Как-то, наверное, еще разочек. Девятьсот. Ну, нифига себе, ты жгешь, блин. Слабость. Фу, слава богу. Бои сложные, в общем, с этим. Он двадцать седьмой уровень, и он такой, я не знаю, блин. Как они его вообще? Мало того, что мы по инициативе проигрывали, хотя у нас инициатива семерка. Уроки, он вообще, по сути, первый должен садить, его в числе первых, а уходит последний. Так, я не понял, где у нас этот бой, наверное, бой, атака, бег, стосостояние. Слабость, значит, слабость, он сокращается, дважды, каждый ход его способ тела, по успешной доске слабость прекращается. Ну, понятно, то есть, нужно максимально сильная слабость, чтобы с него... Ну, у него десятое... Ну, у него десятое тело. Понятное дело, что ему на нас все равно. Не, ну, вообще, лучше, конечно, наверное, вычет урон ему дать, на что, блин... В той же подземелье поема, а там... Не самый слабый мог мог гулять. Опять же, те же ловушки. Понятное дело, что вот это вот... Как она называется? Куртка, она лучше. Десять магий, двадцать урон, то есть, она достаточно сильная. Либо дать ему щиты... Как у этого, где он, кстати... Вот эти вот щиты... На тридцать процентов. Думаю, что-то похожее дать ему. Мантию оставить ему. Дать щиты. Пускай носит щиты. Но опять же, это слишком мало по этому будет. Там просто если его, ну, по крайней мере, от ловушек, может спасет. Ключевое слово может быть. Семьсот, ты серьезно? Да. На тебе огоньку. Пятьсот. Вести. Смотри, огонь заскипал. Угу. Клон. Убери его. Спасибо. Давай слабость на этого, на правого. Перезагрузка. Уууууу. Перезагружайся дальше. перезагрузка это очень опасно она очень много урона нанесет 300 вот это копейки там то он бьет там прямо ух мало не горюй ну и все давай до свидания можете снимать тогать щиты лучше дать тяжелые а ему не поможет от ловушек поможет от урона по площади поможет по идее бяна состоится скидать ему щиты чтобы от урона по площади хотя бы что-то блокировать а так получается некий 40 урона он постоянно падать будет а он лучше будет падать ему надо было давать этого хипстера этого как вы зовут воскрешателя как он там называется год надо ему надо было год отдавать а чтобы сбросить 20000 смешно было бы удобно просто он у нас постоянно падает и опять же 20000 мы не накопим по крайней мере мы точнее мы их накопим но он уже от не 21 уровень там цена поднимется то есть нам нужно это невероятным образом накопить больше момент до того момента как он их поднимет ту-ту-ту-ту-ту маленький щит можно ему увидеть опять же смысл маленького щита меня пожалуй по идее опять же 40 у них с урона ему погоду не сделают скажем сколько там нужно по цене нужно допустим 11600 на 11600, у нас мало, нам нужно еще моба. Кстати, можно проводить бафы на золото, но проблема в том, что у нас их нет, кстати, у нас по мобе нет единицы на 600, он, кстати, за мешательством-то особо не будет, можно дать ему на магию, чем-то еще, а вот если на магию, а, минус здоровье, и сколько ты у него заберешь здоровье, то есть у тебя сейчас 1700-2000 маны, 1500-2600 маны, ну в принципе разница особо нет, там, 2000, тут, блин, клерик же сам себя по сути не лечит. Забирать у него магию такое удовольствие, да мы вообще можем этому тогда дать это, но опять же нам нет смысла. Ну в любом случае надо, чтобы минимальный его атаковал, а урон по площади его все равно будет атаковать, то есть вот эти 1000 хп и 40 вычет урона, они погоду вообще никак не сделают, даже с минимальной угрозой. Ну то есть урон идет 1000 хп и он там получается блокирует. Ну наверно мы так оставим, пускай ходит. Кстати, а что если ему вот эту убрать и дать второй черепочек, второй черепочек, так смотрим, значит полторы 1100, 1400, 2500, ну ничего себе ты, вот это я понимаю. Ну там разница в минус 100 хп, как говорится, погоду нам не сделают, а вот на 500 магии нам погода придет. Ну если конечно ваншотать не будут, я правда периодически бить. Можно кстати. Ну а это лучше. При условии сего кашбить мне будут. Опять же, ему 40 вычета урона не поможет никак. Если только там урон по площади копейки будет, а так по сути маг постоянно падает. Но я тоже так думаю, вычет, вообще вычет урон агро, опять же есть только по площади его будут убивать. Если по площади они бить не будут, мага и не убьют. Тогда по сути щиты не актуальны. Тогда ему надо давать посох, но полный посох надо еще накопить. Значит нужен хрустальный шар. Кстати можно хрустальный шар уязать еще. Сколько стоит хрустальный шар? На 7700. 7800. Либо книга 7900. Вот особо разницы нет. Ну тут крит или бумаги. Можно конечно дать, попробовать переагрить этого. А ведь самое интересное. Паладин прилагает все усилия чтоб переагрить. А воин вообще не заборачивается и у него угроза максимальная. 28 из всех присутствующих. Называется закон подлости. Ладно. 1400 тут 1600. Но у него должно быть больше. А кстати у него и хп больше. Ну он 20 год ничего так не мешает. 14. Если он до него дотянется, то у него тоже будет больше хп. А что если их отправить посидеть? Втроем подраться например. И скажем в таверну пойти посидеть. Отправить этого например посидеть. 21. В принципе наверное. Ну да. И вот так вот. Втроем под погулять. Вообще в идеале вдвоем. Но опять же он 20 уровень. Ему опыта мало будет. Сыпать. Давай проверим. Мне кажется и хила все таки стоит оставить. Ну паладин и львов. Еще потому что мы его качаем. Танк. Хотя мы можем в принципе танку убрать. Оставить паладина. Пускай его нагрит. И посмотреть как они вообще будут. Маг по идее должен их убить. Всех. Смотря сколько опыта. А ну тут вижу мне кажется паладин быстрее сам упадет. Да. А он нам еще тут всяких подбрасывают. Да. Паладин же у нас еще не лечит. Но нам надо качать этот 15 сюда чтобы он исчезли. 200 золота 400 опыта. 400 опыта отряду. Отряду и 67 это получается 470 опыта отряду. 470 опыта отряду. Допустим. А если с фултимой сколько опыта отряду? С фултимой. Их там четверо было вроде. Блин еще и пятый прибежал. Для частоты эксперимента не получится. Сейчас мы еще по закону полностью шуствую прибежать. Я просто посмеюсь с ними. Ну нам да не хватает. По идее. Ну уйди ты. Хватит бить. Испарись. Брысь. Ну понятно что больше опыта. Больше монет. Нам надо протестировать еще раз. Получается у нас было четверо. У нас было четверо. Тогда. Тут толпа. Из-за того что тут толпа. Критическое ранение. А. То есть ты его еще и не убиваешь. Смешно. Ну щиты что-то от него хочется. Если у него был бы топор. Он бы его за пару секунд шлюпнул. Блин я не посмотрел сколько опыта. Придется еще раз. Убери ты уже одного. Блин жалко у нас мак не массовая. Блин как уже жили что у нас мак не масса. Думал массовый но не реал тайм. То есть он на следующем ходу всех заберет. Да конечно тебя еще не убить не может. Потому что у нас две коллеги. Вот смотри. Получается 436. И 100 за количество. Погодя нам там меньше давали. Нам давали 50 за количество. А. Ну вот опять же это отряду. Отряд у нас из 5 человек. Вне зависимости от того сколько там было. Там же 5 человек. А там их двое было. То есть быстрее прокачаться получится вдвоем. Значит паладин ходит с магом. Проблема в том что нам нужно. Чтобы он раскачался. Жалко паладин не лечится. Нам надо выложить весь мусор. Ну давай еще. Я надеюсь вы нам толпу не прикинете. Я боюсь он так не выживет. Паладин ты давай живи там. И так сколько. Ну по сути все тоже самое. Только нам еще ищи дали. 436 отряду и 268 золота. Золото. Угу. Ну по сути да все правильно. Опыта больше. Значит это ему больше перепадет. Потому что опыт отряду идет. Отряд у нас в данный момент из двух человек. Соответственно больше опыта паладина перепадает. Да у нас видишь у нас не электрический маг. Был бы электрический маг мы бы сейчас. Вы бы всю эту компанию потушили. Так посох. Да. Шар. Да. Палочка. Да. Это да. Это да. Потом перекладываем эту. Перекладываем. Светок. Светок. Ты вышел уже да? Да. Светок вышел. Запихи. Значит раз. Подожди у нас можно рецепт прочно жать. Использовать рецепт. Экипировать. Да. Есть. Маг у нас теперь усил урон. Причем значительно. Но получается больше урона. У нас есть щит теперь еще один. Так. Вопрос. При улучшении щиты. Вот у нас есть свиток на плюс два например. При улучшении щит. Ага. Ясно. Он x2 в меньшую сторону. Кстати. А мы же можем могли бы танков все щиты еще выпить. Например на x2. Танков щиты. Блин. Это уже вообще трендер. Это получается сколько. Сколько там щиты уже. Чтобы он сто процентов держал. 123 x2. 240. Даже если они в меньшую сторону был 230 например. Неплохо. Неплохо. Непроще его. Да я боюсь что он не выдержит. Он видишь там этот. Бьет очень больно. А тут в чем вся проблема. Вот в этом месте раньше было ежедневное это. Но сейчас его почему-то нет ежедневного данжера. Над вот этой вот пещеркой был данжи. Был данжи блин. А сейчас его нет. Вот куда он делся не ясно. И именно в этом данжи можно вот эту валюту фармить. Какая-то алмазная. Наверное поэтому ежедневный данжи испарился. Это чисто обмен. поэтому ты не смущу не можешь купить. Так там можно бы хоть пофармить. Там по пять по десять монет за раз. А так пофармить не получается. О, не, ну это паладин не вижу. Да, тут паладину нужно клерика впихивать. Потому что. Либо если горение прокнет. Горение не ваншотает их. О, не, но это трудно. О, не очень сильно-нет, но, на самом деле, я помню. ну паладина бессмертие стоит поэтому все нормально давай паладин а кем дамажить мы заколебемся есть паладин будет с кем-то другим править его с рогой а кто у нас самые сильные д дает а или этот можно переэкипировать и он будет ваншот и цели просто могу дать отдохнуть например ниндзя ваншотник они не может не ваншотник ниндзя ваншотницы либо танка дать ему этот усиление урона снять ему щиты дать ему усиление урона максимальная которая вообще возможно он просто всех покрошит а я его будут бить он всех пошли фишка в том что у этого он 200 у этого урон 100 но этот постоянно контратакует за счет вот этого способности с активных 50 процентов а этот блин просто стоит он один раз ударил стоит ждет пока а его там разгон ибо руку сам отправить танк на эффективнее ну да посмотрим давай опять еще один да куда ты блин надо муж хила было взять да вижу они постоянно прыгают у них нет одной цели чтобы убить да куда вы мне столько народу впихиваете мне кажется мы здесь проиграем даже испари она у нас урона мало ясно мы их не убьем кстати мне кажется нас по любой избегать мы их не убьем просто по данному сбегать по любое они нас убьют скорее всего их слишком много мы вытащили пятерых и они нам еще сверху накидали двоих нет в этот конечно неплохо но опять же он лишь он прыгает урон он бьет у одного то второго то одного то второго но и смыслами чтобы он бил двоих нам нужен тот кто сможет сто процентов хилл отправить но хилл самый максимальный уровень из текущих зато они сто процентов его расковыряют плюс у него урон стоит вообще я бы конечно не давать ну тут угроза виски то есть если что он переагрит кто бить то будет попробуем на кашу был избегать ты утомили бить его не на без мага это очень долго без массового урона ой иди ты в лесу гуляй не на это просто тренде скопить нам откровенно не везет не на это не так не пойдет его качать надо ой да идите вы в лесу блин вот это 25 процентов я просто не могу блин как они заколебали иди в баню мы побежали с поля боя вас 20 человек прибежала блин убить того их убьем но нафиг они нам такие красивые нужны тогда мага надо брать клей конечно неплох но макс в этом вопросе будет сильнее он хотя бы сможет раздал я надеюсь ты выживешь а с другой стороны тебе и нужно выжить давай хоть по три тогда лучше моба они нам все равно накидают еще десяток блин своей ну хоть массовый урон есть но отвешение на могут их плюс один накидали на макс все-таки эффективен в плане прокачки мага эффективнее ты серьезно кого ты бьешь сбивать там два или один погоду не сделает а вот у него усиление магической этой урона могу погоду сделает на наверное все таки попробовать ему выдать этот а мне нам ничего больше магического нет у меня тут критический шанс есть магического урона на качестве у нас ничего нет а ну смотри есть 200 кольцо 200 кольцо это интересно так ну кассина это помойка так так да я даже не знаю сколько там стоит 2000 свиток стоит самый дешевый 900 да тут лишь прокачать его блин как его прокачать не ясно 15 ему надо дать опыт максимальный который мы можем ему дать чтобы он за уровень вытаскивал прямо тонну опыта так 3 опыта 4 опыта 2 опыта а все большему места хорошо он по идее на себя должен опыт перетягивать очень много там скорее все идет общий опыт но опять же и чем меньше цели тем больше опыта мы должны загребать вот опять же видишь нам подбрасывают мусор нам не нужен этот персонаж нам его подбрасывать и нам ведь не засчитает его как назло мы убили по сути четверых нам не засчитает 4 опыт 467 за количество запомнили 467 300 и 300 и и и и и и и и триста и пятьдесят то есть количество врагов которые приходят в бой считаются за врагов там муслим сколько надо опыта не указано указано это очень долго нам проще все эти мы собраться поставить ему на опыт и пускай качается сколько пожалуй стороне не яд вы просто троллите блин а вот как так-то но ранение да я знаю что ты должен был кинуть что-то у тебя и ранение я стоит потому что не сильно большая но ну так повести чтобы с первого шутбара и ранение я ты это просто мега визе какой-то опять же опыт отряду идет 490 опытами на отряду идет отряд из пяти человек нас лицами снова поделиться на пятерых но считаю что 490 на 5 там грубо говоря слабо делится чуть меньше ста а там 490 на двоих делится понятное дело что эффективнее вдвоем ходить на максимум втроем но опять же начата кастами делать непонятно ладно я предлагаю может попробовать все-таки побить этого рыцаря наказать чем от него свалим если что если уж прям вообще не в моготу будет так у нас есть дело кольцо не знаю сколько наклон есть урон но урон самый лучший вот этот вот 10 процентов это вот например ну понятно что есть 30 процентов свиток на 3200 ставить усилит оружие то есть например вот это же вот это у меня сейчас текущая секира он ее усилит там прям ух там получается x2 это 180 урона кстати надо посмотреть на 183 она не так считается 200 до то есть она даже у меня в большую сторону и круглого тут все золото по сути зависит чем больше чем больше тебе лучше экипирование персонажа но опять же тут на 5 сейчас там лишь нам сказали бить этих в стриховых горах этих называется бумажную банду тысячи добежать подавок а понятно сейчас еще и снежная была я не сомневался кстати заднего надо убирать быстрее урон видел 2000 красота 2000 урона 2000 прям классно да понятно что вы на не дадите пробежать потому что вы и редиски под названием нехорошие люди все попробуем попинать его смотрел тысяч игры на опыт есть есть линка но не дороже вот усмотреть есть сами с вычетом урона просто шли его забрать это не чисто даже если не урон качают слабо получится по идее они должны все статуи увеличивать кроме самого бафа офигеть вы серьезно 3000 за что у нас он стоит там даже меньше тысячи а тут 3000 ботинки минус инициатив 40 тысяч сапфир стоит в том магазине где мы только что были он стоит десятку мемуары стоит в районе пятерки на это ясно то есть тут цены прям я не знаю в космос улетает ладно попробуем 14 уровень написано но я переживаю что мы не вывезем этот бой тогда я ближе видите что банда собирают новые камешки отлично такой хороший точенником светите камни конструкцию церковь бои нички сюда пришли с нами чем тянет и щенка в этой игре от них толку нету даже не поставить сколько денег можно заработать на их продаже ой ой мы совершили последнюю ошибку вам нас не победить ты серьезно ты мне ваншотнул танка с этого боя нельзя сбежать супер он мне ваншотнул танка а чешуете да толку драться то блять мы же сам проиграем а ну понятно дыхая их даже не пробить они же боссы она у нас столько урона не хватит нам тупо урона не хватит мы же на этих на дебафах играем да но тут нам урона вообще не хватит да огонь то слабый о не на это все это финиш это очень сильные ребята они мне танка просто за один удар ваншотнули я просто охренел как так он самый толстый у меня 2000 хп 800 брони и за один удар они его ваншотнули как то вы это сделали ну там драться было без шансов а я не понимаю как с ними драться вообще просто нам их наверняка нужно будет побеждать но вопрос том как с ними драться будет да 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 Я просто офигел. Он мне танка за один удар убил. У танка больше всех хп, и он его тупо за один удар сложил. Вообще он его даже не заметил. Ха! Как с таким драться, если он самого сильного персонажа за один удар щелкнул? За один удар самого сильного персонажа он мне щелкнул. Как с таким драться, я не представляю. Как с таким драться? Как с таким драться? Как с таким драться? Как с таким драться? Да, блин. Ха! Блин, ну меня, конечно, поразили, ребята. За один удар они мне сложили его. Офигеть. Нет, они же боссы. На них это не подействует просто. Кстати, ты заметил, у них они очень толстые. Мы пытались ковырять, мы нифига не пробили. Я честно, я даже не представляю, чем убить надо. Да, уж блин, с такими темпами, я не представляю, что нам нужно экипировать, чтобы их пробить. Это мы еще в плюс два грейд на доспехе. А в нулевом доспехе он вообще бы вас не почувствовал. Да, так, конечно, весело. Он был основным вообще даже не заметил. Он сказал, ну и что, я вас не вижу. Можете возвращаться. Не, ну просто, серьезно-то, такой-то он, конечно, жестоко. А я даже не знаю, чем его убить, если честно. Не, я знал, что у нас будет такой бойся тяжелый. Но я не знал, что нужно продержаться именно. Ну, смотри, это плюс один. Ну, смотри, это плюс один. Я, конечно, все понимаю, но это вообще полный перелет. Залагонский путь. Профессионал. Ты серьезно мне дал сапфир? Это тот, который за... Погоди, погоди, погоди. Серьезно? За десятку ты мне дал сапфир? Серьезно? Офигеть. Да, уж, блин. Я этот сапфир, блин, покупал, он мне взял его бесплатно. Ну, вообще, копейки что-то. Сапфир какой-то. В этом все и дело, что нам... Мы вот эту можем, в принципе, но она нам... Хотим кольцо, но будет 15 где-то, не серьезно. Но он очень дорого стоит. Получается, тут нужны буквы, но буквы мы найдем. Кольцо разума. Это статуя дракона. Чистость драконов падает, либо вас где-то купить надо. Мы, кстати, могли и этот сделать, да, спиртанка. Четыреста восемьдесят брони. Тут, тут, да... 108 брони, это много. А у тебя сколько? У тебя тоже четыреста восемьдесят. Ха-ха-ха, смешно. По идее, доспех танка лучше. Блин, а он очень дорого стоит. Чтобы его сделать, нужно, во-первых, животу найти. И рубин, не считая вот это. Рубин десятку стоит. Да, вот он, рубин. Он десятку стоит. Дороговато, однако. Ну, нам надо денежку подкрепить. Куда бы нас там не отправили, кстати, что там поэтому. О, нам, кстати, нужно убить тех, кого мы и планировали убить. Надо убить крутых бандитов, которые мы и пытались, хотели убить по квесту. Ну, они дохленькие. Почему? Потому что квест с этими был четырнадцатого уровня. с бумажным рыцарем. А бандиты двенадцатого уровня. То есть, мы в любом случае должны были быть сильнее их. Вне зависимости от того. Потому что те четырнадцатого уровня должны были быть. Ну, да. Нам еще и пятого. Да, для комплекта. Я вот так и подумал. Тут нам же мало. Четырех. Намут еще пятого для комплекта. в отеле. Не, не. Ну, доспех там, конечно, погодже будет. Он десятку стоит. Самое интересное, нам бы не хватило. У нас изначально было, нам бы не хватило. Тридцатка нам бы не хватило. Не, нам бы не хватило. У нас за четыре доспеха грейдит 0. То есть, это минимум четыре рубина, это с ракет. Плюс доспехи по пять тысяч. Еще в районе пятнадцати. С ракет плюс пятнадцати это будет явно больше. И ты щенку мне отвалили. Вот это они красивые. Блин, я не подумал. Надо было скипнуть всех. А кто знал, что он так много опыта дадут? Ну, мы, собственно, на вас и хотели нападать. Нам все равно опыт нужен. Точнее, не опыт, а деньги, чтобы двигаться по квесту. То скажите, нам нужно ехать, а у нас нет монет. Самое интересное, по квестам профитнее идти. Потому что нам могут квестовые вещи дать, которые не продаются в магазине. Которые будут эффективнее. Мы, кстати, ему проиграли. А мы бы и вон еще проиграли. Они такой же, что там какие-то перекачивания. Нам вначале с этими с бумажными рыцарями столкнулись. Сейчас столкнулись. У нас, видишь, нас постоянно с ними сталкивают с бумажными рыцарями. Вначале они были как обучение. Враги будут нападать. Ну, в принципе, давай попробуем 14 уровень снаряжения получить какое-то. Покинул город, зайка, сейчас всего так мы знаем. Убежище, почта. На кладбище свертывались. На нас напали защита свертка. На нас напала нежить. 14-й, 12-й уровень. Мы вас били, мы вас знаем. Мак ходит последним. Даже надо было на этого накидать. Но это же нежить, они еще возьмут и встанут. По закону козлисть. У них же есть перк. Вставание. Он взял, подхилялся. Огонь в 2 стака он взял, снял. логика трындец что кстати огонь это у нас что надо посмотреть получается бой огонь у нас каждый ход по четверну про основания это ранение огонь бросок чувств бросок чувств ты у нас кто ты у нас гуль гуль-гуль-гуль-гуль пятерка чувств ну может быть может быть пятерка может быть я бы смеялся если тройка и он бы снял с него молот и серьезно ты мог его себе оставить погоди у нас квесты обновились я думал мы это а нам квесты обновились и класс продолжаем тролли и услуга идем к тролля таково договариваться с троллем сначала вы троллю в начале игре от пинали а теперь я и говорю сначала мы его от пинали а потом блин с ним пытаемся договориться логика трындец у вас три тролля серьезно оси ох ничего себе они толстые 75 регенерация но вы них ничего не сможете сделать потому что нас регенерация сильная блин ну и в принципе 75 регенерации не сильно если огонь с них низ не будет спадать мы их убьем если огонь с них пусть подать мы их не сможем убить они боссы офигеть на них пять дебафов если вешаешь они не падают они как боссы считаются он огон огонь снял убери на него слабость не вешается он значит очень сильный из него слабость не вешается на что он очень сильный тысячи монет нам бы хотелось получить тролли его друзья повернут пока не объясняйте почему здесь эпичного отдельно отведите уважаемых тролли на кладбище вы нашли кольцо выносливости отличная работа теперь на стране заметить роли в друзья у меня есть шанс победить крутых бандитов мы получим чтобы с нашей стране золото а мы золото получили то есть мы туда обратно сходили и получили 700 монет золота а ничего что дорога в один конец только 500 монет стоит то есть мы элементарно в минусе даже оказались ну ладно несет подбор руководящих педров путешествие в локацию у робин есть помпа встречи вашего города по свое влияние но ему нужна ваша помощь можно подумать но не отложено где выгнали меня теперь я скроюсь на кладбище стойком месте в этом месте все кажется духом номером мой верный заместитель пёс погиб от труп крутых бандитов мне нужно занять но нового номер 2 завести пушистого кота я веду список перспективных бандитов тот кто мне нужно скрывается в болоте но ты не смеешь путешествовать так далеко именно на нем тебе главаря болотных бандитов и получите щедрое вознаграждение теперь мы подбору специалистов по подбору персонала наймите номер 2 у нас напали класс под скрытые угрозы еще эпизод какой там эпизод интересный ну ты чё его не убьешь что так ладно 300 300 слабого дело в том что мы не можем переехать поменять местами я думал что паладин будет основным танком а получается так что у меня основной танк этот воин 200 с того что он основной танк были грибами был бы паладин основным танком было бы проще у него потому что по сути бессмертия стоит за счет доспехов веру пока есть мана он живет здесь по сути самый лучший танк он считается у него двойной хп счетой двойной и хп мана то есть ему как бы вообще к власти уходил болото темные сырые тут много трясины жаждачного вы находите путь к лагерю бандитов болотные бандиты молодым они такого вы еще ожидали и на своему говорю это вряд ли так топ сомневался слабость на паладина слабо серьезно кстати на нигде бог не вижу ладно раз посмотрим но это смешно ладно надо кстати ты утомил боли на им на был защиту вешать ярость слабость да хорош свои дебафы и вешать уже снимай замешательство пожалуйста во спасибо да хорош но наконец-то хоть мин а он обычный я-то думал ты обычно да это фигня то вы упадете тогда скорее всего да кого ты бьешь то но дважды причем да сколько же у него угроза интересно чего постоянно пытаются ударить да тут лишь надо максимально быстро ему дать этот юркость чтобы угроза упала его возрос крит иначе нам они будут атаковать вместо танков рогу из того что они атакуют рогу нам будет тяжелее скрытая угроза эпизод 3 до своего хима более на моих поглядится два удара уложить ладно прощелк кнопку зато монету как раз монета на блин найти какой способ как-то фармите и там нужно высокий бубы который у нас не ваншот потому что 20 дети 27 бандиты нас просто ваншот вы победили вот у бандитов затем появились крутые бандиты смеси говорим которые подразительно знакомы но в то же время другой лугово возла луга возла мы снова встретились нельзя возла мы же тебя убили как это возможно вы хотите сказать что никто не воскрешался у меня отличная страховка удивительные друзья мне это не нравится бумажный рыцарь обещал обновить меня до второй редакции дать мне доступ к сундуку изобилия если я встану на его сторону сундуку забили это интересно где его найти возможно отомстить вам будет просто приятный бонус значит наверное вы не хотите присоединиться кроме худому у меня есть лучшее предложение на вас напали опасность но это сме а у патрион босс начнули по действию ясно да на тебя не подействует но ты уже упал ты еще и ходишь десятый то есть мы тебя в любом случае убрали а с крутыми бандитами без дебафа скрытый угроза мы справимся купе свой толстый либо у меня слишком слабо бьет персонаж давай ура получилось без дремонули в этот раз он умрет насовсем он забыл возобновить страховку после последнего воскрешения очень жаль рубина пригодился бы ниндзя в команде а теперь мы не получим вознаграждение рубина худому стоит узнать что убогого зла мертв в очередной раз информация должна чего-то стоить пусть мы даже худшие вербовщики в мире но дипломаты из вас скажем честно не очень не смогли вы договориться с ним подкупить его я не знаю предложить ему более выгодные услуги и слова добро пожаловать приключенцы вы убедили логула призыску моей команде ему оказалось это неинтересно не забыли рассказать полу а пенсионная программа гильдии воров я о том же не заинтересовали образ бумажный рыцарь и крутые бандиты добрались для него раньше мы прикончили очередной раскул логову зла какая жалость значит и поняла вознаграждение нам не полагается к сожалению нет но по крайней мере вы получили небольшой гонорар за убийство ну я бы не сказал ты мне выдал вознаграждение ты щенку с 8000 опыта неплохо неплохо а говоришь не полагается ты же выдал значит полагается это массовый контроль но скорее всего не сработает никого потому что там сенс один то есть это ловкость на один получается там есть это какие-нибудь существа которых лов очень слабая силовики например против ловка врачей бесполезным магов может быть магов опять же и качать надо но мы обычно не качаем не не затаившийся и крадущиеся путешествие определенную локацию план робина вырисовывается все яснее он собирает силы чтобы бросить вызов к тем монетам и вернуть себе контроль преступным городом большого преступным миром большого города мне кажется это мы все силы собираем привет герой нифигасе мы уже статус героев получили прикольно я распространил слухи что собираю армию воров чтобы убедить бросить вызов кодом мадит их победить разве здесь на кладбище армия не будет выглядеть довольно подозрительно действительно здесь хорошо скрываться но теперь мы количество моих войск растет и я должен найти новую базу я должен найти новую базу чтобы спланировать свой следующий ход хочешь чтобы мы теперь стали агентами по торговле недвижимости агентами по торговле недвижимости я это представил нет что вы я знаю что вы занят но все-таки может придет принести мне книгу украдок украдок тебе ты это зачем я должен обучить на вопрос их подлым искусством воров прятая нефтяник нормальный кражем выуживание у паролей книга украдок волшебное руководство для обучения воров не примет методы обучения воровским навыкам скоростные такую книгу следовало бы запретить вообще она запрещена книга украдок находится в штриховых горах гнолы съели последнего владельца и туда и ныть и идти в штриховые горы побежали и на вас на палец сейчас ну ладно монет подкопили немножко ты же сейчас возьмешь все за дисплей лишь мы его знаем проезжали уже эту ситуацию не-не-не-не-не-не-не ладно наверное на этом мы закончим все всем пока